Включу запись. Пока Виктор присоединяется, я хочу вам представиться. Меня зовут Наталья. Я работаю в школе PASS давно. Сразу же после обучения начала преподавать. Я училась в школе PASS. Закончила курс по QA Automation, в который входил и QA Manual, конечно же, потому что нельзя стать автоматизатором без знаний мануального тестирования. И сразу после окончания курса, он длился 5 месяцев тогда, я получила оффер первый в небольшую компанию ГРОВ. Это было еще ковидное время, но я несколько дней все равно ездила работать из офиса. И первая моя должность была Software QA Analyst, где в большинстве было мануальное тестирование, но немножко была автоматизация. И через несколько месяцев я получила другой оффер, в котором я была уже с более красивой должностью Software QA Engineer. Сегодня несколько месяцев, да? А какой большой карьерный рост? Да, он был меркантильный, как бы так. Потому что у меня первая зарплата была не такая, как мне хотелось. Вот вторая была больше, и каждая последующая была больше и больше. То есть это спортивный вес. Я не знаю, как другие к этому относятся, но я отношусь к этому очень положительно. Да. Давай. Ты камеру будешь включать, не будешь? Да, да, я включу, я включу. Отлично. Все, все есть. Это Наташа рассказала просто кратко о себе. Нас сейчас много. Я буквально в двух словах сделаю небольшое интро, а потом передам тебя на растерзание студентов. Потому что вопросов много. Скорее всего, будут вопросы типа, Наташа, Наташа, а я смогу, а я смогу. А у меня получится. Мне уже 35, а мне 36. У меня получится и так дальше. И вкратце расскажу. Меня зовут Виктор Богуцкий. Мы сделали эту школу программирования в 2017 году, начало, там, 16-17 год. И вот мы учим людей о программировании и тестировании. Сегодня и эту всю неделю мы с вами будем общаться и встречаться каждый день вечером для того, чтобы разобрать какую-то тему из индустрии. В чем цель этих собраний? За время этих встреч вы присматриваетесь к нам. И, соответственно, естественным образом наши посетители сами фильтруются. То есть те люди, кому это не подходит, вы можете просто не приходить на следующее занятие. Как бы занимайтесь своими делами, как я говорю, переворачивайтесь на другой бок, спите спокойно, как бы IT. IT это не та, как бы, несмотря на то, что про IT, вообще про тестирование, про программирование рассказывают с каждого утюга, но оно не подходит, оно не подходит всем. Просто вот нужно взять как должное. Занятия, вот эти группы проходят на русском языке. Мы общаемся между собой на русском, потому что вы так быстрее всего понимаете. Вся остальная терминология, документация и коммуникация внутри, письменное, большинство на английском языке. Но если вы где-то напишите на русском, вас тоже поймут. Есть некоторые студенты, которые говорят лучше на английском, потому что они дольше здесь, и так сложилось исторически у них, что по-английски им легче говорить. Но мы, как преподаватели и как остальные участники, в разговорной речи мы говорим, в разговорной мы используем русский. Вся остальная часть на английском, даже вот презентации на английском. Но английский несложный. Если вы его еще не знаете, то вы его выучите по ходу. Давайте я в нескольких словах сразу скажу, кому это может подойти, кому это, скорее всего, не подойдет. Потому что я потом оставлю, ты уже будешь рассказывать про работу тестировщика, что это такое, насколько это легко, сложно. Люди сами будут смотреть, сами оценивать, потому что мы можем сколько угодно рассказывать про зарплаты, можем сколько угодно рассказывать о том, насколько это все круто, весело. Но до тех пор, пока вы это не попробуете сами, то это все будут просто какие-то истории из YouTube, назовем их так. А вообще, пройдусь по нескольким мифам. Я буквально займу вас 5-7 минут, пройду по нескольким мифам. Первый миф о том, что математики гуманитарии. Наверное, это самый страшный миф для людей. Типа, я был там в школе гуманитарием. Гуманитарии, типа, вы не любили математику, поэтому вы себя сразу зачислили гуманитарием. Но одинаково хорошо получается у людей, как бы вы себя не маркировали. Дальше. Возраст и пол. Намного я вижу лучший такой даже упертый, хотел сказать чуть не сказал упоротый, упертый результат у девушек, у женщин, потому что, ну, как-то так сложилось, я не знаю из-за чего, может быть, общество, может быть, воспитание, может быть, еще какие-то вещи. Но все-таки у женщин, у девушек получается очень хорошо. И мне это нравится, потому что благодаря этому вы просто себя, когда вы находите уже какую-то работу, когда вы получаете какую-то зарплату и понимаете, что это не требует больших именно физических усилий, что вы себя уже как бы перечисляете к какой-то особой касте людей, которые работают не физическими какими-то качествами, там, что-то переносить или там крутить, там, или за детьми, за стариками смотреть, то это вот намного, намного лучше дается. Плюс я хочу вам еще одну сказать мысль. Я не говорил, она мне как-то так пришла, что мигранты, вот наши мигранты, кто сюда приезжает, а я уверен, что многие из вас, кто-то недавно приехал, кто-то давно, но чем вы раньше это поймете, тем это будет лучше. Вы должны планировать свои, как бы, ну, свои финансы, делать свой финансовый план, что называется там финансовое планирование. В общем, как-то вы должны понимать, как вообще, в какой системе вы живете. Можно понадеяться на какой-то на авось, но все-таки, когда есть хоть какой-то план, то его легче придерживаться. Просто чтобы вписывали сюда и свои хотелки, не типа там, чем больше, тем лучше денег, а конкретно, чтобы вы понимали, что какие действия к чему вас могут привести, а какие вас не могут привести. То есть если вы будете работать на Uber с утра до вечера, то там есть определенный потолок, поэтому вы оттуда, ну, чтобы понимали, что вы там можете получить оттуда, что не можете. Также и в программировании есть тоже определенные требования к вам и определенный, ну, определенный тоже потолок в виде зарплат, но он, конечно, сильно выше, чем на физических работах. Просто имейте в виду. И очень хотелось бы, чтобы к нам пришли люди осознанные, кто понимает, что сама индустрия – это не просто курсы выходного дня, пришел там, пирожок пожевал и вместе с этим еще научился тестированию или программированию и так дальше. Типа там, вы нам дадите сертификат, мы пойдем и сразу нам дверь кита откроется. Нет, немножко нужно тоже увидеть разницу. Но это все по ходу. Дорогу осилит идущий. Если есть какие-то вот прям вот пару вопросов ко мне, вы задавайте, потому что я сейчас передам это все Наташе, и она вам будет рассказывать уже саму суть работы тестировщиком. Если есть какие-то организационные вопросы, лучше спросите меня сейчас. Марина говорит, что девушки дотошные к мелочам. Ну, бывают просто дотошные, а бывают как бы дотошные еще и к мелочам. Поэтому как повезет. Если вы чувствуете, что у вас есть упорство, что если у вас есть упорство, у вас есть желание, то вы это сделаете. Если, ну, обычно бывает так, что когда все хорошо, когда нет какой-то, когда нет чего-то такого, что вас сильно как-то мотивирует, то от этого, ну, вроде бы и все и нормально. Станислав говорит, хорошее начало, да, да, да. Сколько в среднем уходит времени от старта до оффера из опыта? Да по-разному. Вот самое тут непрогнозируемое, что вы разные. Вы просто разные все. Поэтому у всех уходит разное время. Вот Наташа рассказала свою историю. У нее, типа, 5 месяцев плюс еще месяц, пока там оформлялись документы, пока были несколько собеседований, потом еще другое. Вы разные. То есть у нее такая история. У кого-то, кому-то нужно больше времени. А кто-то побоялся и вообще не опубликовал свое резюме. Вот. Поэтому можем ли мы включать сюда статистику тех людей, которые не опубликовали свое резюме? Можем ли сюда мы включать статистику тех, кто не берет телефон, когда ему звонит рекрутер или HR? Поэтому оно по-разному. Но если говорить о таком средне замотивированном человеке, у вас обучение займет около полугода. Плюс еще несколько месяцев нужно для того, чтобы вы начали уже проходить собеседование больше и больше. А там уже как пойдет. Зависит от того, как вы себя презентуете. Да? Не знаю. Наташа, что дополнишь? Да. У кого-то может меньше уходить времени. Потому что были люди, хотя я перфекционист и пыталась быть лучше, но на самом деле из-за того, что я начала проходить интервью, мои согруппники тоже начали проходить. И несколько получил оффер быстрее, чем я. Потому что я была для них как стимулом, что пора начинать. Раз ты начала, значит, ничего там страшного нет. И мы начнем. Да, тут все зависит. Нет волшебной пилюли, это точно. Если вы хотите. У меня все время мотивирует то, что я заплатила за курс. Я хочу получить результат. Есть такое дело. Есть такое дело. Ты как заложник своего платежа. Да, я хотя бы хочу вернуть это. Значит, я должна устроиться на работу, чтобы за месяц вернуть себе эти деньги. Поэтому я не могу потратить просто так и не получить из этого какую-то выгоду. Для меня это была большей мотивацией. Для кого-то это не такая большая мотивация. Но пилюли нет. Надо работать, надо учиться, надо проходить лекции, надо проходить практику. Давай я отвечу на пару вопросов, и потом я тебе отдам. Ну, ребята, по поводу презентации. Презентацию вы можете напишите менеджерам, они вам ее скинут. В ней нет какой-то коммерческой ценности, и эта презентация не является обучающей. Ну, вполне, напишите менеджерам, я думаю, что они с вами поделятся, это не проблема. Да, Наташа, ты скинешь? Да, конечно, там ничего нету. Там информация взята, там информация обо мне, о школе ПАСВ, и пару общих тезисов про QA, которые, в принципе, взяты из интернета. Мне ничего нового не выдумываю. Все сделал чат GPT, шутка. Тут просто вопрос, и давай я отвечу на пару вопросов, я оставлю, хорошо? Так, я расскажу, потом давайте вот так, я подведу тут черту, вот в чате. После этой черты все твои вопросы, и только постарайся не напугать людей слишком техническими вещами, а то люди приходят немного как бы в своих таких мечтах, типа, а сейчас тут по-быстрому, там за полгодика чик-чик-чик и бабах, оффер. Да, то есть, ну, если ты будешь как бы сбавлять, ну, их охлаждать, то не так, что будешь сильно. Ладно, давай я скажу. Так, после обучения выдается сертификат, который имеет вес США. Выдается сертификат, но это не сертификат о высшем образовании, потому что вы занимаетесь меньше года. Насколько он, насколько, насколько его велика магическая сила, ну, повесить на стенку, как бы вдохновляться. Но смотрит на вас, не на ваш сертификат. Ну, я понимаю, что для кого-то это большое разочарование, но работайте над своей презентацией. Как насчет презентации поделитесь? Ну, насчет вот этой PowerPoint, да, но вы должны работать над своей презентацией как человек. Какой сейчас рынок? Сейчас рынок такой себе, потому что рынок возвращается в свое нормальное состояние. до, было где-то полтора года, когда, в принципе, брали всех подряд, и сейчас от них, ну, как бы, от них, ну, не то чтобы избавляются, назовем так, оптимизируют, оптимизируют. И собеседования сейчас возвращаются в свое нормальное состояние, когда вас слушают, и когда вас отбирают, и когда вы тоже можете походить. Летом было очень мало работы. Сейчас работа есть. Вот среди наших студентов есть, есть офферы, у нас даже есть свой проект стажировка, и сейчас на там, на той стажировке все ушли, потому что они, они уже нашли работу. Да, пришла новая группа. Возможно, упустила, сколько длится курс, сколько стоит курс? Длится от полугода до года, в зависимости от того, как вы успеете пройти. Сколько стоит от двух до шести тысяч, в зависимости от программы? Сколько времени необходимо инвестировать в обучение? Татьяна, это абсолютно правильный вопрос, именно инвестировать, а не тратить. Каждый день, если вы будете делать по три-четыре часа, это вы достаточно быстро наберете хорошую базу. Да, можно и больше, можно и больше, но можно и немножко меньше, тогда все растягивается. Вот мой один из любимых моих вопросов. Сам Вэлл задал, что вы думаете по поводу будущего снижения спроса на IT из-за AI? Пока AI еще не на таком уровне, чтобы вообще хоть кого-то заменить. Даже художников, даже писателей там, ну, подспорье есть, но не так, чтобы вы могли сказать, нарисуй мне картинку, где справа две птички, слева три птички, там между ними вот это. То есть он что-то подобное сделает, но вы не сможете потом это редактировать дословно. Да, может быть, там в перспективе нескольких лет что-то и появится, но пока что тестировщиков никто не замеряет. Предоставляете ли референс леттер? Да, предоставляем и референсы для референс-чека. Референс-леттер, это как бы вам его любой вахтер подпишет. Нет, мы делаем референс-чек, это намного важнее. То есть ваш будущий работодатель может позвонить в проект, в котором вы участвовали, и получит вашу характеристику. Ну, конечно, мы не будем рассказывать каких-то вещей, которые вам будут портить. И также на проекте вы получаете бэкграунд-чек, что тоже очень важно и ценно. Что если оффер так и не находит тебя? Станислав спрашивает. Есть ли смысл делать что-то на Upwork или это путь никуда? А Upwork, Freelance и все остальные вещи, да, это путь в никуда, в забвение и в разочарование. Поэтому ищите нормальную работу. В неделю сколько часов? Четыре часа в день умножьте на восемь. Предыдущий опыт нахождения в индустрии важно ли? Восемь, что вы будете заниматься 25 часов в сутки, восемь дней в неделю. Предыдущий опыт, ну, по-хорошему, так, чтобы нормально все у вас получилось. Ну, просто чтобы не было каких-то иллюзий. Предыдущий опыт нахождения в индустрии важно? Нет. Вот тут хорошая новость для многих из вас. Предыдущий опыт не настолько важен. Да. Менеджеры, свяжитесь в Телеграме. Да. Наташа, все твои вопросы, как я и обещал. Все твое. Я уже скину ссылку на сайт, на страничку с менеджерами. Продолжай. Ребята, вот сейчас спрашивайте и вот слушайте Наташу. Она вам расскажет все, как настоящий QA-щик. Человек, который получил работу не в подарок, не по блату. Правильно? Или тебя завели? Нет, нет, у меня не по блату. Не по блату. И первая компания была у меня маленькая. И там были все американцы, что, в принципе, помогло мне выучить английский язык больше. Но это было так, стрессово немного. Потому что не было помощи и приходилось разбираться. Но команда была классная, поэтому все было хорошо. Я рыдала, когда переходила на другую работу. Потому что мне было грустно с ними расставаться. Но чек и двухнедельный чек, конечно, победил. Но чек победил, потому что, да, мне там приходилось ездить в офис. Как вы знаете, бензин в Калифорнии не самый дешевый был. И есть. И мне можно было работать из офиса. У меня двое детей. И поэтому, ой, в смысле, работать из дому можно было на следующей работе. Поэтому для меня это было приоритетом. Деньги, дети и работа из дому. Вот. Так, ладно, вернемся. Шутки в сторону. Вернемся к нашим презентам. Ребят, я тогда отключаюсь. Я скинул ссылку на контакт. Там менеджеры. И с ними тоже общайтесь. Будьте на связи. О, я вижу знакомые лица. Паша, привет. Да, все, отлично. Тогда продолжайте. Я отключаюсь. Если будут какие-то вопросы, пишите их менеджерам. Они вам тоже ответят. Помогут. Пишите им в Telegram. Зайдите на сайт просто Pass.us, ВКонтакте. Пишите им в Telegram. Кстати, у них есть какое-то спецпредложение. Только я не дослушал какое. Поэтому напишите им. Вот у них... А, да, вот. Вот как раз для спецпредложения. Вы можете сделать себе скриншот или попробовать сразу зайти в Telegram. Это их имена. То есть вы можете напрямую написать им. Можете зайти в Telegram, да, и спросить. У нас три менеджера. Лилия, Марина и Маша. Они с удовольствием вам ответят. А если они не ответят вам в сию же секунду, вы не переживайте, они ответят вам в течение нескольких часов, потому что они работают немножко по-другому. Другой тайминг-зон, в другом временном промежутке. Но они всегда отвечают, всегда все распишут, наберут вас, все вам объяснят в лучшем виде. Я эту презентацию еще в конце открою. Да, если вы... Итак... Экипаж самолета прощается с вами и желает хорошего полета. Все, продолжай. Я просто отмечаюсь. Да, как я уже сказала, да, что я... Получается, у меня уже три года опыта в этом году. Вот, а, кстати, октябрь месяц, 23-е. Я в 20-х числах октября вышла как раз на работу три года назад. И после того, как я сменила одну работу на другую, потом я нашла еще третью работу в тот же год. И, в принципе, отработала на ней почти два года. Я была в софтворе Developer & Test, где больше я занималась техническими всякими задачами. И сейчас я работаю в большой компании, которая называется Hewlett Packard Enterprise, в которой мне очень нравится, в которой очень много бенефитов различных. И весь путь стоил того. Надеюсь, в принципе, это не последняя компания в моей жизни. Но с чего хочу начать. Курс хороший. В курсе... Курс включает в себя QA Manual. Это отдельный курс, который включает в себя виды тестирования, что вам надо знать, как писать тест-кейсы, как оформлять. Есть практические занятия. Вы работаете на проекте. Длится курс 4 месяца. Два месяца теории и практики. Месяц практики на одном проекте и месяц практики на настоящем живом проекте. В принципе, за 4 месяца можно все изучить. Но самый главный стопор для всех – это начать отправлять резюме, начать проходить интервью. А как же у меня с английским? А вдруг я не смогу? А вдруг я не знаю? Вся терминология, которую вы будете изучать, она будет на английском. Объяснение лекции на русском. Почему на русском? Потому что для всех это первый язык в основном. Для всех, кто проходит курс, это первый язык. Английский – это неродное. И когда ты объясняешь на английском, не все это могут понять и принять. Я бы не пошла на курсы на английском. В принципе, я так и сделала. Я не пошла в американскую компанию, потому что мне было тяжело воспринимать. Но то, что вся терминология на английском и параллельно, да, все время преподавателями проговариваются эти названия, в этом плане легко подучить английский, если вы плохо его знаете. Что же такое manual QA и какие нужны навыки для этого? Все вы слышали, наверное, про курсы тестирования, про тестировщика, про то, что надо быть detail-oriented. В чем же заключается суть работы? Все мы с вами пользователи компьютера, мобильного телефона. У всех у нас есть куча приложений, Instagram, Amazon, Facebook, всякие магазины онлайн для совершения покупок. И рано или поздно каждый из вас сталкивался с тем, что вылазит какая-то ошибка или баг. То есть вы хотите совершить покупку, вы не можете ее добавить в корзину. Или в корзине у вас что-то происходит, вы не можете оплатить покупку. Или вы не можете зарегистрироваться. Или вам пароль, да, вот, вы не можете ввести. Или вы ввели пароль неправильный, попросили, там, кликнули ссылку на почту, чтобы вам прислали, а ее не прислали. Это все, что вы будете делать, в принципе, в реальной жизни, будучи тестировщиком. Вы будете тестировать продукты, вы будете работать. Если вы будете работать с онлайн-магазином, у меня муж работает с онлайн-магазином, Рианы. Он тестирует, как люди совершают покупки, как добавляют в корзину, чтобы все акции отображались. Или как я тестирую вообще облачный какой-то продукт. В принципе, там тоже есть мануальные тестировщики, которые делают свою работу. То есть у вас будут требования, в которых у вас будет написано. Кнопка должна быть зеленая, пользователь должен уметь добавить товар в корзину. И все, это надо будет протестировать по каким-то определенным правилам, зная виды тестирования, зная техники тестирования, которые вы будете изучать на курс. Что нужно для того, чтобы это вам нравилось? Конечно, надо быть усидчивым, потому что я не могу сказать, что это профессия для всех не из-за того, что это мега-супер-профессия, которой надо обладать высоким интеллектом, и кто-то не сможет это делать. Нет, она предполагает долгое время сидеть за столом. Можно стоять за столом, быть внимательным, да, внимательным к деталям. Но это не только к деталям внимательного в виде дебага, надо уметь анализировать. И это может быть неинтересно просто людям. Поэтому если вам не нравится сидеть за компьютером, если вам не нравится ковыряться в какой-то документации, если вам не нравится читать, то, наверное, это не для вас. Потому что у меня несколько друзей, которые отучились, которые поработали и бросили. И не потому, что они не смогли работать, а потому что просто им не понравилось, им надоело. Они не захотели. Хотя и продукты были интересные. Один из продуктов был продажа вещей звезд. То есть, наоборот, интересно, когда у тебя там Мадонна или там Бритни Спирс продает вещи через твое аппликейшн, которое ты тестируешь. Но вот не зашло, не понравилось. Еще очень важно, да, уметь работать в команде. Потому что, когда вы придете в команду, вы будете не одним тестировщиком. Вам надо будет общаться с людьми. Вам надо будет ходить на митинги. Вам надо будет вовлеченным быть. Мне это очень интересно. Я не думала, что мне понравится, честно. Больше мне хотелось попробовать, мне хотелось попробовать что-то другое, прежде чем я там начну получать, переводить свой диплом и свое образование, которое у меня было получено в моей родной стране. И я решила попробовать. У меня получилось, мне понравилось. Но я больше технический человек. Мне нравится не только читать Эрквайрес, но мне нравится автоматизировать. Я работаю с Джаваскриптом и с Пайтоном. Я изучаю их. И мне интересно. И я не останавливаюсь. Можно остановиться на мейнил-тестировании. Кстати, тоже есть такой миф, заблуждение, что мейнил-тестирование перестанет быть. И тоже сейчас я перейду к вопросам, закончу. Ведь что с появлением AI и с появлением автоматизированных тестировщиков мануальный процесс будет убран и перестанет существовать. В чем разница мануального тестировщика и автоматизированного? Мануально мы все делаем нашими ручками. То есть мы заходим в наш онлайн-магазин, мы проверяем все, кликая и проходя, как пользователь по нашему магазину. Автоматизационное тестирование вы пишете на каком-либо языке программирования скрипт, который запускает автоматически ваш сайт, ваш онлайн-магазин. И этот скрипт автоматически сам заполняет поля, кликает на кнопки и проверяет, что у вас все отображается как положено. То есть там есть ожидаемый результат и проверка в этом автоматизационном скрипте. И получается, чтобы быть автоматизированным тестировщиком, необходимо знать язык программирования и писать этот скрипт. И вот есть такое заблуждение, что проще же написать скрипт и постоянно ним проверять, чем использовать мануальных тестировщиков. Потому что их надо несколько. Когда у вас большой вот Amazon, да, магазин, он же огромный, да, чтобы его протестировать, пары тестировщиков не хватит. У них куча приложений для продажи, для внутренних пользований. Но на самом деле это не так, потому что невозможно все автоматизировать. Необходимо что-то проверять все равно еще вручную. И с появлением AI, наоборот, больше надо проверять. Потому что если искусственный интеллект может что-то написать, то не факт, что он напишет это идеально. То есть надо будет это анализировать и как раз и тестировать. Поэтому я наоборот считаю, что с появлением искусственного интеллекта и с тем, что ним будут все больше и больше пользоваться, будет больше и больше возникать каких-то недочетов и ошибок при создании продукта с помощью искусственного интеллекта. Потому что он еще не доработан. Может быть, через каких-то там 10 лет это что-то изменится, но точно не сейчас. И пока, да, работа есть. Давайте я почитаю вопросы из чата и потом вернусь дальше. С нашими менеджерами я вам показала. Пока я буду читать вопросы из чата, как раз я еще раз расширю вам экран с данными наших пользователей. Так, курс на русском. Невозможно устроиться на работу без social security. К сожалению, можно, да, можно работать, если вы в зависимости от того, откуда вы. Потому что для украинцев сейчас один путь, для тех, кто приехал из России другой путь, ну или из других стран. Поэтому все зависит от того, из какой вы страны приехали. Но если у вас только Ай-94, нет, вы не можете работать официально ни в какой американской компании. Только волонтером, наверное. И то, наверное, будут какие-то условия. Есть ли смысл обучаться, если не живешь в США и не планируешь переезжать? У нас очень много студентов из Европы, из России, из Украины. И когда я получила здесь... Когда я начала здесь учиться на QA, у меня возник сразу вопрос, почему я не начала делать это раньше, когда я еще жила в Украине, например. Потому что впоследствии я потом узнала, насколько это развито, и сколько команд у меня сейчас в HP работает команда из Украины. Они в Львове живут. И я вот... Ну, почему я не делала это раньше? Потому что зарплаты там очень хорошие. Уровень жизни дешевле. Поэтому, да, можно учиться. Участие в каких проектах будет числиться в профиле вашего студента. Вы будете участвовать точно в двух проектах. Поэтому, если вы захотите остаться дальше, это все обсуждается с менеджерами. И вы можете дальше остаться и помогать себе развиваться и школе. Сколько людей в группе обучается одновременно? По-разному бывает. Но делится... Если даже поток, например, 100 человек будет, если будет 100 человек в группе, эти 100 человек все равно будут делиться на группы по 10 человек. И каждые 10 человек будут работать над своей частью проекта отдельно. И у них будет проверяться домашнее задание. Оно будет проверяться преподавателем. Будут писаться в комментарии. Вы будете его исправлять и так далее по кругу. Поэтому, даже если будет большая группа, все равно вы будете обучаться в мини-группах. О каких цифрах идет речь? Сейчас у меня что-то прыгает. О каких цифрах идет речь, когда говорите, что зарплаты хорошие? Вы имеете в виду в России и в Украине? Я не знаю, но со мной в группе учился парень из России. Он получил работу быстрее, чем я. И у него была хорошая зарплата. Я не знаю соизмеримость. Но я знаю, что в Украине, по-моему, от 2000 долларов зарплата. Но я тут же не буду врать, потому что сейчас все по-разному. Поэтому вы имеете в виду в Америке от 30 долларов зарплата в час. В зависимости от места, где вы живете. Потому что в Калифорнии это порядок выше зарплат. Но сейчас из-за того, что был ремонт, и сейчас хотят все вон сайт, уровень зарплат поменялся. И вы можете получить... Я первый оффер получила на 30 долларов в час. Для меня это было намного больше, чем я на тот момент зарабатывала. Но когда я слышала, какие получают офферы другие мои одногруппники, мне было обидно. Я поэтому не перестала искать работу и нашла. Какой потолок? Наверное, 300 тысяч в год. То, что я о чем слышала. Но это вам надо быть software developer.intest с большими знаниями в программировании. У меня зарплата большая. Большая. Так сказать. Не буду озвучивать цифры, но большая. Намного больше, чем 30 долларов в час. Так. Какой компьютер лучше покупать для учебы? Какая память нужна? Ну, конечно, я посоветую всем покупать Mac. Да, Macbook. Это лучше всего. Потому что на Windows очень много всяких сетапов. Я работала... Я училась на Windows. И у меня были постоянно проблемы с установкой различных программ. На Macbook это все устанавливается за секунду, быстро. Но если у вас нет Macbook, то это тоже не проблема. Вы можете начать учиться. И потом купить себе за зарплаты. Учиться можно на Windows. Я училась на Windows. Macbook у меня появился на работе первый. И потом через год я себе уже купила iMac. Насколько сложно найти работу, если до обучения никакого опыта работы в этой сфере не было? Сложно ли в случае его отсутствия будет составить резюме, которое может заинтересовать работодателей? Первое. У меня тоже не было в IT-сфере никакого опыта. Я училась. И на моем потоке было больше ста человек, когда я училась. И мы тоже разбивались по группе на десять человек. И проходили свои внутренние какие-то. Мы собирались там, вместе решали задачи, вместе учились. И ни у кого из тех, с кем я училась, не было IT-опыта. Получили работу. У меня был на тот момент такой большой поток. Все были мотивированы. У меня получили работу все. Вот серьезно, не вру. Но это было три года назад. Сейчас все меняется. Может, желание не у всех, не у всех такое, как у нас тогда было. Но нашли работу все. И не было ни у кого опыта. И писали мы резюме, друг другу помогали и делились. И я знаю, что в школе ПАСВ есть курс по помощи написания резюме. Я использовала там Indeed, искала вакансии, пыталась. Потому что у меня не было знания английского языка такого, чтобы я могла расписать, какие у меня навыки прекрасны. И вы будете указывать тот проект, на котором вы работали, проходя курсы. Так как это происходит в американских компаниях. Тоже у меня было большое заблуждение в том, что американцы не указывают какие-то маленькие проекты. Нет. Они проходят буткемпы точно такие же, как вот в школе ПАСВ. Но они проходят в американских каких-то курсах. И они эти буткемпы указывают как свои проекты. У меня на одной из работ в Экстенде работало со мной несколько человек, которые закончили несколько американских буткемпов. И у них в лентке Дэни были указаны их проекты. Причем одна из сотрудниц моих, она не проходила ни одних курсов. Она самостоятельно училась на Udemy. Она брала несколько там курсов, сама их проходила и сама указывала их как проект. И она устроилась джуниор-разработчиком. То есть это вам как пример. Это каждый достигает своего как хочет. Курсы вам для того, чтобы было направление, что вам надо учить. Да, вы идете на курс, у вас есть преподаватели, которые вас направляют. Вам надо будет обязательно самим работать. Читать много, проходить, запоминать. Одного курса недостаточно. Помимо курса у вас будет домашняя работа, которую вы будете выполнять сами. Ее нельзя пропускать. Потому что у меня было несколько студентов, которые ой, а вы нам этого не говорили. А я говорю, я вам давала что прочитать. Я вам давала вопросы к интервью. Я вам давала список вопросов к интервью. Вы на них отвечали? Нет. А почему? То есть самостоятельная работа все равно будет присутствовать в вашем обучении. скрипт. Мог-интервью. Мог-интервью у нас мы даем после каждой лекции вопросы к интервью. Мог-интервью у нас происходит на последнем уроке по курсу и на протяжении всего курса мы можем обсуждать. Тоже у меня многие студенты стесняются задавать мне вопросы на уроках. Нельзя так делать. Вы сейчас тоже можете задать свои вопросы в чате. Не стесняйтесь, потому что если вы хотите проходить этот курс, если вы планируете потратить деньги, вы должны получить всю информацию. Во-первых, до того, как вы запишетесь на курс, во-вторых, вы должны получить всю информацию с курса. Поэтому не стесняйтесь спрашивать. Меня зовут Наталья. Что такое IT? IT это Information Technology, большой спектр. В данном случае у нас сегодня лекция по поводу QA Manual и QA Automation. В чем разница? Если вы не слышали, я могу, можете пересмотреть лекцию или рассказ. Мы говорили о том, что QA это мероприятие, направленное на обеспечение качества. То есть у нас есть requirements, требования от нашего заказчика или если мы работаем внутри компании, от нашей компании, в которой мы будем разрабатывать с вами, например, онлайн-магазин и в соответствии с этими требованиями мы будем проверять, чтобы наш продукт работал так, как написано в требовании. То есть у нас ожидаемый результат должен соответствовать нашим требованиям. Это QA. То есть мы тестируем и проверяем, чтобы у нас приложение работало точно так, как хочет наш заказчик или наша внутренняя компания. Как проводится мануальное тестирование? Повторим еще раз. У нас есть требования. Мы пишем тест-кейсы на эти требования. Что такое тест-кейсы? Это мини-сценарии. Когда вы заходите в онлайн-магазин, вы покупаете какой-то продукт, вы добавляете его в корзину, вы его покупаете. Что вы делаете? Вы заходите, вы пишете тест-кейс. Я зашел на такой-то сайт, я залогинился, я ввел какие-то данные, я добавил такую-то в корзину. Вот у меня вышла такая ошибка. То есть вы делаете определенные шаги по тестированию вашего продукта. Если вы находите какое-то несоответствие, вы создаете баг-репорт. Как создавать баг-репорт? Это мы все изучаем на курсах, какие несоответствия, требования у нас тоже есть на курсах написано, мы все это изучаем. Есть еще понятие в manual key, которое включает в себя quality management, quality assurance и quality control. И тут тоже возникает вопрос, чем отличается обычный тестировщик от quality assurance. Потому что если вы будете искать вакансии, в большинстве своих вакансий, у вас будет написано quality assurance инженер. В чем отличие quality assurance от quality control? В том, что quality assurance, то есть тестировщик, если перевести на русский язык, подключается к процессам в самом начале проекта. То есть когда у нас зарождается идея создания онлайн магазина, мы хотим, чтобы он у нас был качественный. И мы привлекаем тестировщика не после того, как мы уже создали онлайн магазин, и мы нанимаем группу людей, чтобы они нам его тестировали. Нет, мы привлекаем в начале. Мы хотим, чтобы тестировщик с нами участвовал во всех фазах разработки нашего продукта. То есть когда мы пишем requirements, что у нас должно быть такие страницы с такими цветами, с таким наполнением, с такими картинками, тестировщик участвует во всех этих разговорах, обсуждениях с бизнес-аналистом, с продукт-менеджером, с инжиниринг-менеджером и предлагает свои решения каких-либо идей. потому что тестировщик с опытом, вернее, quality assurance инженер с опытом будет видеть какие-то несоответствия до того, как сайт наш будет еще разработан. Тестировщик, quality control тестировщик, подключается уже в конце процесса. Пример со зданием, которое я привожу с моим студентом. Когда мы проектируем здание, quality assurance инженер подключается на стадии чертежа, то есть он смотрит чертеж, чтобы все соответствовало нормам, чтобы дверные проемы были правильные, чтобы окна были правильные. И потом на каждой стадии заливки фундамента он проверяет, что фундамент залит правильно. На воздвижение стен, на дверях, окнах, на каждой стадии проекта quality assurance инженер участвует. Если это будет quality control, то он придет уже, когда дом построится и проверит, соответствует ли уже конечный результат нормам. Он не будет смотреть, как происходила каждая стадия возведения дома. В этом и разница, что quality assurance участвует на каждой стадии проекта, а quality control только в конце создания проекта проверяет, соответствует ли все нормам. картинка взятая из интернета о том, как происходит анализ требований и что получается в конечном итоге, и почему нужен quality assurance инженер с самого начала, чтобы следить за качеством. Потому что у нас как происходит, как клиент объясняет, что он хочет, он хочет нам тройную качельку, как клиента понял менеджер проекта, как аналитик описал проект, как программист реализовал проект, как он маркетологами был прорекламирован, документации не было, так был проект создан в эксплуатацию, на какую сумму обошелся, как работала техническая поддержка и что на самом деле нужно было клиенту. Каждая стадия описывается, обсуждается, создается куча митинга. Но если не будет какого-то члена команды, который все это хорошо протестирует, задокументирует и проверит, то мы можем получить то, что мы получили. Есть важное правило в тестировании. Чем раньше найден бак, тем дешевле это стоит нашему заказчику. потому что тем дешевле его чинить. Поэтому Quality Assurance подключается на разных сайтах. Quality Control тестирование подключается в конце, когда проект уже доработан. Теперь вопросы в чате. не получат ответы, не разделено. Сегодня у нас не такого много больше лекции о разнице между Key Manual, Key Automation и тестирование. Что вопрос за какие библиотеки использую? Веду в тестировании или в программировании? Потому что это разное. Чем ваш курс отличается от какого-нибудь Bootcamp? не знаю, я не проходила другие Bootcamp. Я знаю, что у нас хорошая практика, на которой можно проходить ее несколько раз. И что мне нравится в нашем Bootcamp это то, что курс можно проходить не один раз. А второй момент то, что если вы приходите учиться с мужем или с женой, вам ваша оплата делится пополам. То есть вы платите одну сумму за двух человек. что в принципе тоже очень удобно, потому что а вдруг понравится двоим. Второй слайд вот этот или вот этот. Вам выложат кто-то из менеджеров в Телеграме. Если вы подписаны. менюэл это курс по менюэлу. У нас есть курс по менюэлу, курс по автоматизации, курс по программированию. Задаем голосом, если вы сейчас, потому что в чате вроде бы все ответила. Если вам еще непонятно, что такое менюэл, то я могу повторить. Можете конкретно спросить вопрос по поводу курс автоматизации. Да, он менюэл входит в курс автоматизации. В автоматизацию входит курс менюэл, курс по JavaScript и курс по автоматизации. То есть это большой курс по QA автоматизации включает в себя мини-курсы, которые вы проходите параллельно. Здравствуйте, я платила, начали обучаться с другой, но потом что ж такое скачать чат? пропустила, где же этот вопрос. Если рассрочка по курсу, это к менеджерам. в этой профессии действительно можно работать из разных стран, действительно можно работать из разных стран. Так, только что начала читать большой вопрос, и он проскакал. Да, смотрите, кто спросил, я начала курс с женой, но по семейным обстоятельствам мы перестали обучаться. Да, можно, можно начать с новой группой, и даже не можно, а нужно. В том-то и дело, что здесь если у вас что-то произошло, вы можете поставить ваше обучение на холд и начать со следующей группой. И вы можете второй раз проходить курс еще раз. Стоимость курса вы узнаете, давайте я открою вам этот слайд у менеджеров в Телеграме, напишите им, они вам и пишут, я не знаю стоимость курса, извините, она меняется, я не слежу за ней. Когда супруг тоже учится, оба супруга получат записи, что имели практику в резюме. Смотрите, вы должны учиться вместе с супругом, это не так, что ваш супруг учится, а вы просто там рядом ходите, нет, вы должны вдвоем учиться, и вы вдвоем подключаетесь, если вас подключают, вы вдвоем проходите практику, нет, эта тема только на сегодня про QA Manual, завтра будет другая тема, мы обучаем также программированию, завтра, по-моему, техническое интервью, в среду, по-моему, будет урок, завтра техническое интервью, а в среду будет урок по JavaScript или наоборот. Я думаю, что кто регистрировался, у вас должна быть список уроков каких? Мой друг программист с 10-летним опытом уже год в Америке и не может найти работу. Ну, вы знаете, у меня муж в IT работал, и он тоже не мог найти, я быстрее нашла работу, чем он. В плане, он раньше нашел работу, но я потом искала, я нашла быстрее работу, чем он. Это есть, во-первых, в зависимости от того, на какую сумму вы ищете, я была новичком, мне неважно было, на какую стоимость, да, первую работу найти, я ее искала, чтобы хотя бы что-то найти. А второе, мы не помогаем найти работу нашим студентам, ну, может, советом, наверное, да, больше, и обучением. Просто, если у вас 10 лет опыта, то явно вы 30 долларов в час не хотите идти. И зависит еще тоже от языка и от прохождения. Америка отличается от постсоветских стран по прохождению интервью. Очень сильно отличается. И когда я проходила первые свои интервью, у меня даже была загвоздка не в том, чтобы пройти интервью, а в том, что я даже не знала, как это здесь настроено. Если вы не начнете, то вы не узнаете. Не знаю, все зависит от того, какой у вас шеводруга бэкграунд. LinkedIn к помощи. Может, написать в паз. Может, вам подскажут. Есть группа общая в Slack. На KeyManual не нужно знать языки программирования. Плюсом будет знать Command Line интерфейс, что-то хоть знать, но не прям. На курсе автоматизации не Java, а JavaScript, которое намного легче, чем Java. да, вам Python поможет, потому что, если вы хоть знаете хоть один язык программирования, то вам намного легче изучать следующий. Я учила JavaScript, а сейчас на работе у нас мы начали на Python писать тесты. И когда я начала учить Python, мне было намного легче, чем когда я начала учить JavaScript. нет, в США не тяжелее найти работу. У кого плохой английский, нет. Это вообще большое заблуждение. И не переживайте. Очень много иммигрантов работает в сфере IT. Индусы, китайцы, славяне, все кто угодно. И никто не разговаривает идеально на английском, кроме американцев. Никто не никаких нету комплейн, да, никто не жалуется на мой английский. Да, может быть, я где-то что-то не понимаю, или может, я делаю ошибки грамматические, но в принципе все зависит от того, как вы работаете. Я просто, как Виктор сказал, что наши люди, они более ответственные. Действительно, наши люди более ответственные, более внимательные, стараются выполнить все вовремя. И поверьте мне, я когда приехала в Америку, я устроилась работать через какой-то период времени в американскую мини-компанию. я работала драфтером, и я работала с американцем. Он после этого нанимает только славян. Вот серьезно. Он попросил меня найти ему после того, как я уходила уже в IT-сферу. Он попросил найти ему кого-то на работу. И после того, как второй парень там ушел после меня, он нанял опять же русскую девочку, потому что ему понравилось, что ответственные, быстро все делают, хорошо, без лишних напоминаний. И это показать, я вам хочу сказать, что все всегда довольны. Есть ли у вас еще вопросы? Потому что у нас... Так, расскажите, пожалуйста, что такое датабейс. Это база данных, в которую... Как вам объяснить? Например, у вас есть онлайн-магазин, есть пользователи этого онлайн-магазина. И вот в базе данных это там, где хранятся все данные ваших этих пользователей, ваших покупателей. То есть их имена, их логины, сколько раз они логинились. И вот это база данных. Они бывают разные. Это уже... Это уже лишнее. Как проходит интервью, если плохой английский? Так и проходит с опытом. Только с... Ну, вот вы проходите, каждый раз проходите, набираетесь опыта, и каждое последующее интервью у вас все проще, легче и легче. У меня первое интервью были... Самое первое интервью было ужасное. На каких сайтах искать работу? линдки дым, индит, хайред.com это мои фавориты. Вся эта неделя это только информация о различных курсах или будет обучение? Это и то, и другое. Мы сегодня немного поговорили о том, что такое кемия. И плюс еще вопросы. Просто у людей возникает вопрос, и мы в промежутке отвечаем. Если у вас нет вопросов, то на сегодня, наверное, все. Еще раз. Доступ всем учебным материалам абсолютно бессрочный. Когда бы вы не закончили свой курс, вот я закончила три года назад, у меня до сих пор все записи сохранены в моем кабинете в county pass. Повторное прохождение бесплатно. Я пыталась второй раз пройти, но я погрузла в работе, поэтому не проходила. Участие на американском коммерческом проекте непосредственно в школе PASF. Реальный опыт работы. Помощь с резюме и подготовкой к собеседованию. У вас будет несколько уроков, которые вам помогут. И Виктор иногда сам просматривает резюме. Акция муж и жена могут учиться вдвоем по одной цене, что тоже является замечательным бонусом, которым вы можете поговорить с менеджером. И еще раз, да, наши данные. Лилия, Марина и Маша ответят на все ваши вопросы, которые вдруг я не ответила. не смотрят в США на образование. Если вы закончили буткэмп, для QA это нормально. Эрик, спросите, парень и девушка не замужем, спросите менеджеров, как у них. Если вы живете вместе, я думаю, почему муж и жена, это логично, потому что все равно будете подсматривать, если вы захотите учиться, вы будете учиться вместе. Зачем тогда разъединять. Так, все, всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...